всем привет продолжаем уроки по языку c++ и сегодня небольшая тема которая называется декомпозиция это декомпозиция в язык c++ пришла с 17 стандартом и по этому у меня был ролик то есть у меня был ряд ряд роликов по там чего много чего нового в языке c++ точнее в стандарте c++ 17 вот но не все его смотрели это раз во вторых повторение мать учения это два ну и в третьих когда я решил следующим уроком сделать вот этот то когда я принялся за подготовку я вспомнил что скорее всего где-то в роликах это уже было но не отступать же назад вот итак декомпозиция в c++ 17 у нас появилась новая возможность объединяющая синтаксический сахар и автоматическое определение типа вот структурированные привязки короче эта функция помогает присваивать отдельное значение пар кортежей и структур отдельным переменным но в других языках программирования этот механизм еще называется распаковкой языке c++ это называется декомпозиции вот и так как было раньше к примеру смотрите вот у нас был лапара ну вот сейчас на примере да есть пара и есть кортеж 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 это тоже как пара только не пара даму может быть пару пар а может быть еще больше ну короче просто набор значений и для доступа к элементам пары мы всегда использовали first second да то есть берем объект пары и у него есть такие члены 1 и 2 для доступа же к элементам к объектам кортежа но мы использовали std get и указывали непосредственно индекс данном случае 0 это вот этот элемент единичка вот этот элемент и двоечка вот вот этот элемент вот из данном случае это подразумевается что это а иди чего-то это его стоимость а это непосредственно модель и самые продвинутые заметят что если здесь все прочитать наоборот то что-то у нас получится какой-то известный бренд ну просто народе и он иногда вот вот так вот читается и так и так и так что дает нам декомпозиция декомпозиция нам дает возможность сразу же объявить переменные вот и сразу же их так так сказать разложить распаковать структуру вот смотрите распаковка пары сразу же происходит по понятным мы сразу же называем переменные временные объекты такие вот сразу же называем ну человеческими именами айди и цена то же самое происходит из картежем вот вот у нас картеж и да при декомпозиции при распаковке можно использовать кон конст можно использовать ссылки можно использовать универсальные ссылки но вот здесь будет работать только универсальная ссылка так как вот здесь реально создаются временный объект вот 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 так что то тут отступ чуть чуть не такой вот соответственно здесь тоже самое что мы пишем мы пишем авто в квадратных скобках мы перечисляем имена да но перемены то есть они должны соответствовать количеству то есть количество вот этих переменных должно соответствовать количеству того что есть в данном случае это пара Значит, вот здесь две переменных, а в паре мы знаем, что только два объекта хранится. Если это кортеж, который состоит из трех значений, то точно так же мы здесь описываем три переменных. То есть мы даем какие-то имена. И вот это уже выглядит гораздо красивее, например, чем вот это. Соответственно, в коде мы где-то можем не особо понять, что такое 0, что такое 1, что такое 2. И для этого, конечно же, там создавалось что-то по типу... Что-то вот такого писалось. То есть создавалось какие-то такие ссылки, вот именованные ссылки. Что такое, забыл, точку запятую. Соответственно, это добавляло строчек в код. Это еще, как я уже сказал ранее, назывался синтексический сахар. Сейчас же с этим всем можно... Можно этим всем не пользоваться уже и использовать новый стандарт. Точно так же это все работает и для структур, для своих собственных типов данных. Структуры должны быть простые. И вот здесь тоже такой пример. Вот есть функция. Вот есть структура, которая состоит из четырех членов. ID, тип, мощность и описание. И вот здесь функция, которая просто берет и печатает вектор из этих значений. Значение каждого элемента вектора. Вот, а каждый элемент там является объект unit. Ну, собственно говоря, который вы видите. Ну, описание вот здесь. Состоит он из четырех членов. И вот здесь я формирую вектор. Вот он. Заполняю танки. И передаю функцию print info. А вот здесь, ну, смотрите, вот это первое. Первое что? Первое это можно просто получить доступ к самому первому элементу. Вот, провести декомпозицию. А второе это возможность распечатать где-то все на экран. Вот. И опять-таки ограничившись, так сказать, одной строчкой. То есть воспользовавшись инструментом декомпозиции. То есть мы объявляем auto, пишем. В квадратных скобках пишем это ae, iid, type, power и description. И вот здесь непосредственно это все добро. Выводим на окно терминала. Ну, в терминал или в консоль. Вот. Как вы видите, тоже гораздо все упрощено. Конечно же, можно было бы тут u там писать точечку и так дальше и тому подобное. Ну, там, доступаться к переменным этим. Но с декомпозицией это выглядит гораздо изящнее и красивее. Точно так же и для дерева, для мапы это выглядит. Что такое мапа? Ну, вы знаете, есть ключ и есть какое-то значение. Так вот, так вот. Можно аналогичным образом все вывести. Потому что итератор у дерева, он возвращает что? Он возвращает как раз пары. Pair. First, second. Вот. Ну, если кто работал когда-то с деревьями раньше, то там есть первое и второе значения. First and second. Вот. Соответственно, можно также применить декомпозицию и непосредственно получить путь и еще и объявить человеческие имена. Для того, чтобы код был проще и это все влазит в одну строчку. Соответственно, меньше лишнего кода. Вот. Итак, как это работает? Вот вы видите, я немного здесь вот черканул. Работает это вот так вот. Пишем авто. Дальше в квадратных скобках пишем, наверное, не аргумент, а variable 1. Ну, перемены, да. И variable 2. Ну и так далее. Вот. И дальше. Смотрите, количество вот этих вот переменных должно точно совпадать с количеством переменных в выражении, в отношении которого применяется, ну, выполняется присваивание. Элементом выражения, вот, может быть один из следующих объектов. Пара, кортеж, структура, и структура та, в которой все члены должны быть не статическими и определенными в одном базовом классе. Вот. Первый объявленный член присваивается первой переменной, второй член второй переменной, ну, и так далее. Вот. И еще, то есть, увидели пара, кортеж, структура и массив. Так вот, как же оно работает для дерева, для мапы, да, а все просто, потому что итератор, когда мы перебираем элементы дерева, итератор возвращает p, ir. Поэтому все оно работает. И для массивов еще, а вот для массивов как раз таки, если вам интересно, как разложить массив, попробуйте сами додумать, гугланите, либо же посмотрите мое видео по поводу стандарта C++17. А вот, и у меня там есть декомпозиция. Ну, и понятное дело, если вы в квадратных скобках укажете слишком мало или слишком много переменных, то, конечно же, компилятор выдаст ошибку. Ну, а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.